Ну что, любители городских легенд, вы все еще со мной? Следующая версия о следующей маньяке. Считается, что это городская легенда, на самом деле его как бы не существовало, это все люди как бы придумали. Ну, другая версия говорит, что этот человек был, родился он в 18 веке, звали его Суини Тодд, демон парикмахер с Флит-стрит. Ты безумец! Ну что, побрить вас? Суини Тодд, демон парикмахер с Флит-стрит. Я нашла тихое место, потому что там машины, вообще невозможно говорить, просто перекрикивать. Итак, я вам показала дом на Флит-стрит, красное здание, находится оно рядом с церковью. И считалось, что в этом здании жил Суини Тодд. Мальчик был из... я не помню, что-то случилось, что-то какое-то несчастье было в семье. То ли он был очень бедным, то ли он остался безродителем, бездомным. И подрабатывал у... подрабатывал у мастера-парикмахера, а потом сам уже выучился на парикмахера, как я считала. Потом он сидел за что-то, его поймали, когда он был молодым, не помню, за кражи, наверное. И там он, что ли, стал очень жестоким. Он на Флит-стрит сделал свою маленькую цирюльню, парикмахерскую, где стриг людей, а плохих людей он как бы упиквал. И был санитаром леса. Я не знаю, как это, я так уже приукрашиваю, чтобы мне было хоть интересно слушать. И в итоге он познакомился с прекрасной дамой, мадам Лавет, которая содержала кафе, что там, баб, ну у него, где кормила людей пирожками. И считается, что в течение 10 лет они убили где-то 160-164 человека по подземным переходам. Вот видите, земля, вот подземный переход, вот здесь есть какие-то катакомбы, или как это называется, проходы. Они тела переносили к мадам Лавет, там их расчленяли, а остатки кости потом разбрасывали по округе. 10 лет их никто не мог найти. И случайно, я не знаю, что-то их выдало или расслабились. Короче, они попались, мадам Лавет покончила с собой, а Суини Тодда приговорили к повешению. И в итоге все это дело закончилось. Сейчас иду искать эту кофейню мадам Лавет. Я могу ошибаться, я могу найти не то здание и подумать, что я нашла это здание. Вы меня, пожалуйста, простите. Если вы будете гулять по Флит-стрит, мне кажется, вам понравится. Вы подумаете, что в каждом здании жил какой-нибудь маньяк. Потому что в крупных городах это возможно. К сожалению, не могу найти вот эту кофейню мадам Лавет, естественно. Она называется уже по-другому. Но я смотрела видео, где парень показывал, рассказывал. А я наветила себе на карте. Ничего похожего нет. Может быть, продали, сделали ремонт. А так было бы круто, да, оставить кофейню мадам Лавет. Вот униформа для судей. Смотрите, специальные парики. Как это выглядит изнутри. Воротничок. А цены, мама дорогая, это цены, это не номера телефонов. Парик за 2 тысячи не желаете или за 3 тысячи? Парик. Теперь, теперь я понимаю, почему судопроизводство очень дорого. Если один парик судьи стоит 3 тысячи, 3 тысячи, это еще среднюю цену, там от 2 500 до 3 500. Ну, средняя цена 3 тысячи за парик, за вот эту маленькую кошку, вот я не знаю, как я не знаю, или собачку. А вот это здание, это уже здание суда. Это просто целый комплекс, арт-объект, я не знаю, замок. Ну, просто необъемный. Как говорится, если хочешь сделать преступление, делай это у всех на виду, чтобы никто не догадался. И вот, смотрите, здание суда, а сколько объектов, сколько маньяков рядом здесь жило, работало. И то есть здесь было много преступлений, как-то. А рядом все. Целое царство чая. Здесь большое разнообразие. Чайные пакетики по... Точнее, пирамидки по 6,50. Но здесь есть акция 3 за 17,50. Можно сумочку даже приобрести, как прикольно. Хэллоуин уже начинается у кого-то. Смотрите, как Чичваркин оформил магазин, прикольно. Так, с этой стороны ничего. Все в крови. Привидения. Ужасающая тележечка. Зубастики какие-то, руки. Мне так нравится. И зеркало. О, я думаю, это привидение, а эта женщина выбирает вино. Пока люди готовятся к Хэллоуину, мы с вами идем проведать Дашу. Даша, вы помните, из сентября. Еще раз расскажу. Нет, я в прошлом видео не сказала про Фишера, что он же сделал восковую фигуру Даши Жуковой. Восковая фигура все еще горит. И знаете, мне рассказали, смысл заключать этой композиции, показать, как жизнь, как женская красота быстро утекает, быстро сгорает, как люди улетучиваются. Ну, сгорает. Так, а огонечек все равно внутри горит. Прошел уже месяц, как мы здесь были. И вот она, Даша. Как интересно, воск сгорел, серые, как волосы серые, потеряли пигмент. Смотрите, популярные эклеры. Я слышала, что вот Малина и вот Брест, Париж-Брест говорят, что просто отвал башки. И я должна это попробовать. Конечно, они не дешевые. Ну вот, давайте мы с вами вместе попробуем. Как раз вот этот красненький Малинку и Париж-Брест. Ну, я бы все попробовала. Удовольствие, конечно, не дешевое. Один эклер стоит 5,80. Это с собой. Если его есть внутри, он там вообще в семерку обойдется. И кофе тоже на пункт дешевле, если брать с собой. То есть смотрите сами, берите с собой и идите в соседний парк, наслаждайтесь им. Ну, это мой совет. А так сидеть там пафосно. Конечно, красиво. Сейчас мы попробуем, как это на вкус. Купила я два эклера. Дошла до ближайшего парка. Здесь рядом с кафешкой, где я купила церковь Святой Анны. И, к сожалению, тут много бомжей. И это везде, это полон было везде. Но также обычные люди тоже взяли еду с собой и сидят, кушают. И давайте начинать уже пробовать. Наверное, начнем первого с малины. Все, я пробую. Блин, салфетки не взяла. Вкусно. Не могу сказать, что это отвал башки. Но так, вкусно. Так, и Париж-Брест. Париж вкуснее. Так, и давайте попробуем уже кофе. Кофе даже такой вкусный. Кофе я взяла на миндальном молоке. Очень вкусный. Прям жирненький такой. Ладно, я пока продолжаю трапезу. Вам спасибо, что смотрели мой канал. Подписывайтесь, делитесь со своими друзьями. Давайте наберем мне хотя бы тысячу подписчиков. И увидимся уже в следующем видео. Всем пока.